ВИДАДИ МАРДАНОВ Итак, друзья, успейте написать в комментах, чем закончится схватка, по вашему мнению. Посмотрим, что подготовил Магомед Матиев. Кажется, что Магомед находится на расслабоне. Но надо сказать, что это неплохая жизненная позиция, в принципе, для Магомеда. Не напрягаться там, где оно того не требует. Окей, 10 минут главного времени спортсмена начинают. Матч. Магомед Матиев сразу занимает ситинг-гард. На разведку боем начал ВИДАДИ с атаки на ногу. Но Магомед Матиев уже хватает ногу ВИДАДИ. Оказывается, сверху выполняет свип. Собственно, спортсмены поменялись местами. Несколько слов о правилах. Я буду так коротенько высказывать. Правила, опять же, submission only, до сдачи. Разрешены все технические действия, включая расширенный арсенал болевых на ноги. Но ножницы, слэмы и прочее, и прочее. Ну, во всяком случае, такая информация у меня была до начала этого матча. Возможно, спортсмены могли внести какие-то корректировки. Но, скорее всего, нет. Я так напоминаю, борются профессионалы. Марданов ВИДАДИ, Матиев, Магомед. 10 минут основного времени матча. И вероятные овертаймы. Магомед Матиев работает сверху, остается сверху. ВИДАДИ ищет ногу, Магомед. Очень хорошо реагирует. Очень хорошо, своевременно. И, как говорится, отфутал все, чтобы не сглазить. И, дай бог, этот матч пройдет действительно... Будет действительно красивым. Матч за пояс чемпиона в категории 85 килограммов. Спортсмены взаимно обмениваются попытками изоляции нижней конечности, для того, чтобы провести болевое на ногу. Но вот Магомед прям открыто-открыто подбирается к ногам. Одна вторая. Одна вторая через запятую, а не через слэш, если что. Позиция лэк-драк и изоляция... Вот сейчас у меня с моего ракурса не видно. Изоляция левой руки ВИДАДИ. Возможно, попытка была на хилл-хук. Но забирает, забирает свою ножку назад ВИДАДИ Морданов. Тем не менее, Магомед все еще в опасной близости к конечности ВИДАДИ. Остается сверху. Да, отпустил ножку, остается сверху. Попытка снова выхода на болевой. ВИДАДИ Морданов красиво ныряет за спину. Но вовремя останавливает этот процесс Магомед Матиев. Что же, неплохо рубится, ребята, неплохо. Что удивительно, очень технично. Очень технично. Обмен постоянными атаками. ВИДАДИ выскакивает на хилл. Достаточно плотно прихватил ножку Магомеда Матиева. Выберется ли Магомед? Серьезная опасность для ноги Магомеда Матиева. Плотно прихватил ущемление ахиллова сухожилия ВИДАДИ Морданов. Магомед, очевидно, тоже схватил ножку в свою очередь и не собирается уступать. Окей, очень опасная ситуация. Но да, кажется, разошлись. Неплохой размен у обоих спортсменов. Неплохой такой динамика схватки. Уже сколько было попыток атак на ноги. Если вы все считали, обязательно укажите в комментах. А если вы смотрите на записи, они в прямом эфире. Можете не указывать в комментах. Просто поставьте лайк. Напишите, что вы любите борьбу. Практически половина основного времени матча прошло. ВИДАДИ закрывает бадди триангл в закрытом гарде. Прижимает Магомеда Матиева. К себе ломает ему осаночку. Мы знаем, что отсюда ВИДАДИ вполне может сработать на свип. И, кажется, мы это видели на предыдущем его матче, который состоялся буквально на недавнем чемпионате Евразии. Выпрямляет осаночку Магомед Матиев. Со всем уважением. Шмяк-бянк. Продолжается схватка. Небольшой перекуру, ребят. Выбирается из закрытого гарда Мага. Ну, не так уж сильно и хотел ВИДАДИ, ВИДАДИ его там удерживать. Отдохнули. Сделали вдох-выдох и снова приступили к атакам. Взаимным атакам. ВИДАДИ МОРДАНОВ Находится внизу. Работает в открытом гарде. Не дает пока пройти Магомеду. Вот сейчас, по сути, технически состоялся свип. ВИДАДИ был снизу, оказался сверху. Но, напомню, никаких баллов правилами сдачи от РГСа не предусмотрено. Спортсмены сражаются исключительно, исключительно до болевого или удушающего. Магомед Матиев снова пытается прорваться. Прорвать гард ВИДАДИ. Снова забрасывают ножку на ахилл. Что-то идет не так. Выбирается ВИДАДИ. Снова атака на ногу. И что? Будет ли здесь хорошо прижал Магомед Матиев? Вот прям хорошо взял рычаг колена. Дотянет ли? Дотянет ли? Нет, не получилось. Но прекрасно. Матч полон опасных моментов. И это радует. Не так много зрителей у нас сейчас находится непосредственно на арене, где это все происходит. Не все люди могут себе позволить проснуться в воскресенье рано утром. ВИДАДИ Морданов находится в сайд-контроле, в топе сайд-контрола над Магомедом Матиевом. Тем временем до конца матча остается 3 минуты 13 секунд. Что же будет дальше? Очевидно, спортсмены снова взяли небольшую такую передышку. Подышали несколько секунд для того, чтобы продолжить. Выбирается Магомед Матиев сверху. Но есть версия, что он отдает шею. И да, и шеи выбирается тоже. Стремительный проход Никатом. Попытка прохода Никатом от ВИДАДИ. Ну, собственно, он завершает проход. Но буквально как уж извивается Магомед Матиев. Снова прихватывает ВИДАДИ шею. Выбирается ли Магомед? Гильотина из маунта. Этот сабмишен мы уже видели от ВИДАДИ. И он был опасен. Сдача. Сабмишеном. На, получается, восьмой минуте раунда. ВИДАДИ Морданов. Одерживает победу. Гильотина из маунта. Защитил свой пояс. ВИДАДИ Морданов. Клуб ВИДАДИ. ВИДАДИ Морданов защитил свой пояс в очередной раз. И пояс ему вручает президент организации РГСА. Виктор Богданов. Вот Виктор. Вот чемпион. И вот чемпионский пояс. Поздравляем ВИДАДИ Морданова. Ждем его и в следующий раз. Или ждем того человека, который бросит вызов ВИДАДИ. И попробует оспорить его чемпионство в весовой категории до 85 килограммов.